У микрофона снова Виталий Кавазаглы. В этом видеоуроке мы с вами поговорим об основах ретопологии в Testplines, а также изучим некоторые редко используемые инструменты. И здесь нужно сказать, что само понятие ретопологии вообще в ювелирке используется крайне редко. Это понятие больше свойственно для других сфер дизайна и корнями уходит в другое понятие, тоже довольно известное понятие реверсивной инженерии или восстановительной инженерии, то есть процесса восстановления сканированных каркасных сеток до рабочего состояния, то есть до такого состояния, при котором с ними можно было бы работать в 3D пакете, ну и в данном случае в Райноцерос. В ювелирке же это может пригодиться в каких-то исключительных случаях, к примеру, для перевода в NURBS каких-то элементов мешевых поверхностей, для того, чтобы впоследствии получить либо какой-то законченный элемент, либо заготовку, к примеру, под расстановку камней, чем мы с вами займемся позже. Ну и в данном случае я буду применять ту самую реверсивную инженерию или ретопологию вот на таком вот примере, на примере крючка для обычной швензы. Ну и если коротко охарактеризовать само понятие ретопологии, то это процесс восстановления пространственных свойств объекта. Ну и давайте займемся этим процессом, займемся ретопологией и для того, чтобы перевести вот этот наш меш или нашу каркасную сетку в NURBS поверхность, в первую очередь нам необходимо при помощи инструментов T-Splines отстроить более-менее похожую на наш крючок форму. У меня это будет выглядеть примерно вот таким вот образом. Думаю, с созданием такой болванки у вас проблем уже не возникнет. Ну и дальше мы можем действовать двумя способами, либо вручную подвигать ребра и точки данной заготовки так, чтобы она в конце концов начала соответствовать нашему крючку, либо сделать это при помощи специальных инструментов. И с первым таким инструментом мы с вами познакомимся прямо сейчас. Называется он Pull Control Points, то есть опустить контрольные точки. Ну и давайте его вызовем. И в командной строке Rina предлагает нам выбрать контрольные точки поверхности для того, чтобы впоследствии спроецировать их на целевой объект. Здесь сразу же нужно сделать небольшое отступление. Дело в том, что у данного инструмента есть два режима работы. Либо это точки поверхности, либо это контрольные точки. Для того, чтобы понять в чем разница, нам необходимо сперва заглянуть в настройки. T-Splines. Давайте временно отключимся от этой команды и вызовем настройки. И вот здесь вот на этой вкладке, на вкладке Display, есть такой пункт как Grips. И чуть ниже мы можем видеть чекбокс под названием Display Control Points on Surface, то есть отображать контрольные точки на поверхности. Давайте установим этот чекбокс и посмотрим, что в результате произойдет с нашей поверхностью. Теперь мы видим, что контрольные точки лежат на самой поверхности. До этого они распределялись по поверхности примерно так же, как по обычной нурпс поверхности. То есть на некотором отдалении от самой поверхности. Это два различных варианта отображения контрольных точек и соответственно два различных способа работы с ними. Это уже дело вкуса, то есть вы можете выбирать по своему усмотрению то, как будут отображаться эти точки на сплайновой поверхности. Никакого отношения на настройках к работе инструмента Pull Control Points не имеет. Но просто имейте в виду, что вот этот вот параметр, параметр PullType, он как раз отвечает за разные алгоритмы распределения контрольных точек, когда они непосредственно проецируются на целевой объект. Давайте сейчас рассмотрим это на конкретном примере. Я запущу данную команду заново. Выберу контрольные точки, которые бы я хотел спроецировать. Ну в данном случае нужно выбрать все. Затем подтвержу свой выбор и выберу тот объект, на который бы я хотел произвести проецирование. Снова жму Enter и в результате сплайновая поверхность обтягивает наш меш или нашу каркасную сетку. В ряде случаев есть какие-то искажения, причем чем сложнее сама каркасная сетка, тем будут сильнее эти искажения. Но сейчас мы посмотрим, как можно от них по максимуму избавиться. И одним из таких способов избавления как раз является выбор другой опции. Давайте вернем все обратно. Снова запустим данный инструмент. Сразу же выберем другую опцию. Опцию Control Points. Выделим все точки. Подтвердим и выберем целевой объект. В результате в начале нашего крючка соответствие у нас не очень точное, но зато с обратной стороны мы как раз избавились от всех тех искажений, которые были видны в предыдущем примере. То есть в данном случае форма абсолютно четкая. И связано это с тем, что когда мы проецируем не точки поверхности, а точки контрольного многоугольника, каркасной сетки соответственно притягиваются точки именно контрольного многоугольника и сама поверхность рассчитывается уже на основе этого контрольного многоугольника. В первом же случае все было наоборот, то есть контрольный многоугольник рассчитывался на основе поверхности, на основе точек поверхности. Но опять же у нас есть некое несоответствие, которое в ряде случаев может нам помешать. И поэтому мы можем применить еще одну команду. И я предлагаю сделать это на другом примере. У меня есть точно такая же заготовка. И сейчас мы при помощи еще одного инструмента, который также имеет отношение к теме ретопологии, попробуем сделать примерно то же самое. И называется данный инструмент Interpolate Surface at Control Points, то есть интерполировать поверхность на основе контрольных точек. Связан он, как уже понятно из названия, с понятием интерполяции, как одного из видов сплайновой аппроксимации. То есть одного из способов описания длинного сложного сплайна при помощи набора коротких и простых сплайнов. Но мы в эту теорию здесь в подробностях вдаваться уже не будем. Для нас важно то, как это воздействует на геометрию объекта. То есть важен именно практический смысл применения данной команды. Ну и давайте займемся этим практическим применением. Я вызову данный инструмент. В командной строке у нас всего две опции. То есть это опция копировать объект или нет. И также опция Apply Direction, то есть направление. Нужно сразу сказать, что в автоматическом режиме данная опция работает не всегда корректно. Нужно будет выбрать одну из двух опций, которые перечислены вот здесь вот. Перевести их можно условно как вперед-назад или наружу и вовнутрь. Ну и давайте для начала воспользуемся опцией вовнутрь. При работе данного инструмента нам уже не нужен целевой объект. И на исходном объекте нам также не нужно выбирать никаких точек. Поэтому давайте выберем нашу сплайновую поверхность и нажмем Enter. В данном случае может показаться, что никаких изменений не произошло. На самом деле эти изменения есть. И если взглянуть вот сюда вот на заднюю часть нашей заготовки, то они сразу же станут заметны. То есть если мы сделаем отмену действия, то увидим, что вот этот вот кончик стал гораздо более сглаженным. И уже теперь в таком виде мы можем спроецировать полученную нами заготовку на наш целевой объект. Давайте снова воспользуемся функцией Pull Control Points. Я сделаю это с опцией Surface Points. И давайте снова взглянем на заднюю часть нашего крючка. Результат в данном случае, конечно, немного хуже, чем на соседнем примере. Но в то же время намного лучше, чем тот, который мы получили при самом первом применении данного инструмента. Ну и теперь давайте вернемся обратно и попробуем применить данный инструмент в противоположной опции. Давайте снова его вызовем. Поменяем позицию на Forward и снова выберем наш объект. В результате мы видим, что искажения неровности стали еще более явными. И вот этот инструмент, его как раз можно сравнить с инструментом Smooth, то есть со стандартным инструментом сглаживания в РИНа. Но дело в том, что данный инструмент неприменим к сплайновым поверхностям. Поэтому инструмент Interpolate Surface Control Points является неким его аналогом. То есть точно так же, как и в случае с инструментом Smooth, в зависимости от того, какой фактор или какой коэффициент мы будем задавать для сглаживания, результатом станет либо прямое сглаживание, либо наоборот гипертрофирование всех неровностей. То есть иными словами, при правильных настройках данный инструмент позволяет получить более сглаженную сплайновую поверхность. Причем данный инструмент можно применять как в контексте ретопологии, так и самостоятельно. Ну и здесь я предлагаю прерваться и в следующем видео мы продолжим рассмотрение инструментов, имеющих отношение к ретопологии и позволяющих переводить каркасные сетки внутрь с поверхности.